Друзья всем привет с вами Яков и сегодня мы с вами рассмотрим геймплей где урон будет наноситься с помощью умения кара при этом мы полностью будем конвертировать физический урон в урон молний в текущих реалиях может тоже неплохо играть умениями ближнего боя не исключение естественно и кара демонстрироваться геймплей вам будет с помощью дуэлянта с под рубаком ну и с помощью рубаки можно получить неплохую прибавку по урону а также хороший отхил но опять-таки что касается уже кары с помощью этого скилла можно фармить контент игры умение обладает неплохим уроном а также неплохой зоной зачистки опять-таки если вам допустим геймплей или урон не понравится вы с легкостью можете перебиться любой другой геймплей ближнего боя а самое главное не меняя привет экипировки и не меняя дерево пассивных навыков просто поменяя некоторые камни поддержки ну или умений но если вам геймплей через кару интересен то давайте разберемся и с дулдом и с экипировкой поехали итак для начала давайте поговорим о наших оружиях и у меня в руках находятся два меча и чемоди что в одной руке естественно что во второй руке и эти мечи я взял потому что они довольно бюджетные и с их помощью можно поднять неплохо скорость атаки а также свой физический урон так что поначалу можно использовать эти мечи потому что они бюджетные а потом можете если что покупать уже другие любые мечи у которых есть больше физический урон но что касается всех остальных предметов как допустим перчатки далее у нас идет пояс затем видите ботинки потом одно кольцо второе кольцо амулет головной убор но также броня они как видите все абсолютно все желтые но на этих предметах добирайте все то чего вам не хватает это безусловно сопротивление ко всем стихиям для того чтобы их максимизировать ну а также естественно повышайте запас его здоровья так что касается броней тут я еще словил монокост ну как словил приобрел такую броню для того чтобы мы не испытывали проблем на использование умение кары но всякий случай что касается маны также если что на своей бижутерии вы тоже сможете поднимать свой урон это касается одного кольца второго кольца но также мулета если что понимаете свой физический урон урон от молнии если что можете там же еще брать и криты что множество крита что шанс крита еще желательно на одном из вышеперечисленных приметов в плане одного кольца второго кольца и амулета выловить там уменьшение стоимости ман умений у меня этот параметр словлен в амулете это дорогие друзья нам надо что полностью краски избавиться от потребности в мане ну что ж теперь давайте разберем наши связки главная связка находится у нас броня основное умение у нас кара но остальные камни поддержки это скилл будут бафать камни следующие это бой вплотную далее физический урон ближнего боя затем укрепление потом у нас идет распыление на последний камень это физический урон в молнии связка которая находится в моем одном из оружий отвечает за баф моего урона это вошь предков но также добивание то есть благодаря нашему тотему мы будем повышать свой урон но когда запас здоровья у противника в частности конечно же босса опустится ниже 10 процентов то наш тем благодаря камню добивания его попросту уничтожит ну и следующий камень в этой связке это множество темов чтобы мы могли выставлять не одного а два тотема следующая связка находится у меня во втором оружии и тут у меня расположены две ауры это грозный гнев ну а также весь снегрома ну и с помощью этих аур я буду повышать свой урон от молнии далее связка располагается у него ботинках и тут у нас связка перемещения это магия крови далее на оскок ну а также ускорение атак а в особенно у меня тут располагается еще и камень портала для того чтобы экономить место в инвентаре следующая связка располагается у нас в перчатках и камни тут следующие это сотворение чар при получении урона и когда я этот урон буду получать я буду запускать следующие скиллы первое это стальная кожа и благодаря этому скилу я буду поглощать часть получаемого урона далее у меня идет камень призыв голема льда и с помощью этого приспешника я буду повышать свой шанс крита но также свою меткость чтобы обеспечить голему дополнительную защиту я тут еще использую камень здоровья приспешников последняя связка располагается у меня в головном уборе и камни тут следующие это кровавый угар и магия крови благодаря умение кровавый угар мы будем запускать баф который будет повышать нашу скорость атаки а также когда под действием этого скилла мы будем убивать противников мы будем получать заряды ярости которые тоже будут повышать наш урон также обособленно у меня тут располагаются еще и две ауры это точность благодаря которой я буду повышать шанс крита а также свою меткость ну а также знамя войны и с помощью этой скажем так ауры мы тоже будем повышать свой урон Из флаконов мы используем один флакон жизни, дальше львиный рёв, затем алмазный флакон, потом серебряный флакон, ну и последний это ртутный флакон Что касается квеста с бандитами, то тут возможны два варианта Или же мы помогаем Алире, для того чтобы повышать свои критовые показатели, ну а также повысить своё сопротивление к стихии Или же мы можем убить всех разбойников, для того чтобы получить два дополнительных очка пассивных навыков Ну по пантеону мы выбираем сверху или же душу Солярис, или же душу Лунарис, ну а снизу душу Градкул Ну что ж, и это в принципе всё что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберёмся с деревом пассивных навыков изначально пассивки восхождения Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, мы нашего дуэлянта превращаем в рубаку и идём в сторону пассивки в вечный голод После второго лабиринта мы забираем жестокое рвение, после третьего лабиринта мы забираем воздействие Ну и после четвёртого убер лабиринта мы забираем палача Вот такие вот были наши пассивки восхождения, а теперь давайте разберёмся с нашим деревом пассивных навыков в целом Ну а вот собственно говоря и оно И если что, как всегда, ссылка на него будет располагаться в описании под роликом Так что переходите, описание очень внимательно просматривайте, потому что ссылочка там действительно есть Ну и с деревом более подробно сможете разобраться А теперь давайте разберём его главные аспекты Что касается нашего дерева, то напоминаю, что в этом геймплее мы полностью конвертируем свой физический урон в молнию То есть, другими словами, повышая свой физический урон, мы будем в итоге увеличивать урон от молнии Так что мы этот физический урон, как урон от мечей, как урон ближней бою Мы критуем, так что мы и криты на этом дереве подбираем В общем, все эти показатели, которые в итоге могут нам увеличить урон, мы на дереве и подбираем У нас слева имеется немаленькое количество пассивок на поднятие урона В центральной части дерева у нас имеются пассивки, которые этот урон поднимают Также у нас имеются пассивки и в правой части дерева, который тоже нам урон бустит Ну а все остальные пассивки на дереве направлены тоже, чтобы повысить нашу выживаемость за счёт увеличения запаса здоровья Тут таких пассивок у нас тоже немало, так что с выживаемостью, в принципе, у нас проблем никаких не должно быть Также в нижней части дерева у нас взята еще пассивка стальные нервы Которая как раз таки все наше уклонение переводит в броню За счет этого мы избавляемся от такой гибридизации Когда у нас есть и броня и уклонение Так вот теперь у нас будет только броня Далее осталось рассмотреть немножко вопрос по самосветам И что касается самосветов, то берите такие самосветы Которые повышают ваш урон от молнии, физический урон, урон в ближнем бою Урон с помощью мечей Если что, с помощью самиков отнимайте все возможные гриты Ну а также не забывайте про запас здоровья Потому что дополнительное здоровье никогда лишним не будет И это в принципе все, что касается нашего дерева Напоминаю, если что, ссылка на него располагается в описании Так что переходите, ознакомливайтесь А теперь мы давайте ознакомимся с геймплеем Который я вам продемонстрирую на карте 16 уровня Что касается геймплея, дорогие друзья То он в принципе легок в управлении То есть мы перемещаемся с помощью умений наскок И перемещаться мы будем довольно-таки быстро Как только в виде противников запускаем наше умение кровавого гар Для того, чтобы повысить нашу скорость стаки Ну и начиная противников уничтожать умением кара Убивая противников, мы будем запускать один из бонусов кровавого угара То есть будет появляться заряд ярости А значит мы будем повышать свой урон Также по ситуации для увеличения урона Вы можете прожимать свои еще флаконы Как для увеличения урона, так и для увеличения защиты Ну и в принципе это все действия, которые от вас потребуются Непосредственно на проходке по картам Ну а когда будете сражаться с боссом То естественно возле босса недалеко ставьте тотем Чтоб он поднимал ваш урон Ну и начинайте-начинайте молотить его карой Если вдруг тотем уничтожит Выставляйте его вновь Для того, чтобы бутство увеличения урона Висел на вас постоянно К тому же напомню, что когда запас здоровья босса Опустится ниже 10% Тотем его однозначно уничтожит Опять-таки флаконы по ситуации И в принципе, так и друзья Это все, что касается этого геймплея Этого балда в целом Что вы думаете, пишите в комментариях под роликом Ну а я с вами прощаюсь Благодарю за внимание и за просмотр И желаю удачи в фарминг гейме Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале Комментируйте, советуйте друзьям Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе Вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма С вами был Яков Пока